Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светлется тройческим единством священного тайны, священного тайны. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас в программе «Мир православия». Жизнь в церкви порой полна неожиданностей, противоречий, неких глубоких вопросов и сомнений, которые часто терзают душу верующего человека. И справиться с ними самому бывает очень сложно. И вот в таких случаях необходима помощь некого более опытного в духовной жизни человека. Чаще всего, конечно, им является священник, духовник, который может помочь разобраться человеку во всем том, что сейчас терзает его душу. И помощь духовника оказывается особенно неоценимой. Поэтому, конечно же, это служение всегда было и будет очень востребованным. Потому что в церковь мы и приходим для того, чтобы начать жить духовной жизнью, чтобы наш дух проснулся, чтобы он устремился к тому, кто является абсолютным духом, чтобы зажегся вот этой божественной благодатью. А верно идти по этому пути может помочь только тот человек, который и называется духовником. Хотя духовников, конечно, сейчас в полном смысле этого слова не так много. И, может быть, они не такие опытные, как, допустим, в древнем духовнике, в монастырях. Но, тем не менее, конечно же, эти люди существуют. И человеку, находящемуся в церкви, нужно постараться найти такого человека, который бы вел его по духовному пути. Об этом мы и поговорим в нашей программе. Необходимость иметь духовника в нашей церкви описывается во многих жизнеписаниях святых угодников Божьих. Особенно с момента, когда появилась фиксация, историческая фиксация тех событий, о которых мы теперь читаем. И очень редко, крайне редко в жизни человека, подвижника, бывало такое, что он не имел духовного отца, духовника. Хотя даже в тех же монастырях древних, египетских, когда люди жили поодиночке в пустыне, часто очень долгое время, и то они иногда от Бога направлялись к некоторым более духовным людям, чтобы получить от них советы, чтобы получить от них поддержку своему духовному опыту. Конечно, бывали случаи и такого, что люди сами от Бога или от Ангела вразумлялись, наставлялись и получали некие указания. Но это были очень смиренные люди. То есть те люди, которые, даже получив непосредственные указания от Бога, нисколько этим не гордились. Потому что для нас, конечно же, уже какое-то явление из духовного мира чаще всего служит поводом к превозношению, к тщеславию, к гордости. И это нам больше вредит, чем помогает. Поэтому так крайне редко и бывают настоящие такие явления. Вот истинно смиренному человеку такое может быть. Но в основном человек всегда научался от человека. И даже в «Отечнике», известном произведении, где описываются случаи из многих жизнеописаний святых угодников, божих подвижников, благочестия, рассказывается такой случай, что один святой жизни человек был научен еретическому символу веры. То есть символу веры, в котором было искажение основ православной веры. Он жил такой праведной жизнью, что всякий раз при служении божественной литургии ему рядышком предстоял ангел. И он видел явно этого ангела. И вот однажды другой подвижник приходит к нему, они начинают вместе молиться. И когда читают символ веры, подвижник говорит, «Слушай, отче, но здесь же искажение, здесь же ересь. Церковь православная так не учит». И он поблагодарил его за это. А на следующий день, когда снова служил богослужение, увидел ангела и говорит ему, «Что же ты столько времени стоишь передо мной и не подскажешь мне, что я неправильно читаю символ веры, что я с ересью его читаю?» И ангел тогда ответил ему, что человек научается у человека. Вот это является основным правилом, почему нам нужен духовник. Потому что действительно он, который, человек, который уже что-то в своей жизни испытал, что-то получил, какой-то маленький духовный опыт, он может его передать другому человеку, научить его, подсказать ему, как поступить в данном случае. Потому что более опытный духовный человек уже какие-то степени вот этой духовной работы над собой произвел. И своим опытом он может подсказать другому человеку. Мы должны понимать, что нам дано Священное Писание. У нас есть священное предание. То есть то, что не вошло в корпус книг Священного Писания, но устно передается многие тысячелетия. И этот опыт тоже очень неоценим. У нас есть множество книг. И теперь с появлением интернета очень многое, то, что мы не можем даже найти в библиотеках, мы можем найти в интернете. Казалось бы, вот зачем еще нужен какой-то человек, который нам будет что-то подсказывать? Возьми книги, найди определенные статьи и научись этому, прочитай это. Но оказывается, что все это, конечно, нужно, возможно, и это нужно использовать. Но вот эта подсказка опытного человека, она тоже необходима. Это как можно сравнить, допустим, с произведениями музыкальными. Вот каждый автор вложил в музыкальное произведение что-то свое, какие-то нюансы, на которые нужно обратить внимание. И вот человек, который великолепно играет на фортепиано, если ему дать незнакомые произведения, он по нотам, конечно же, его сыграет. Но человек, который будет слушать, ну, допустим, Рахманинова, он никогда не скажет, что это Рахманин, потому что он привык слушать это в определенном звучании. Вот здесь нужна какая-то пауза, здесь потише, здесь погромче. И пока человек с этим не поработает, пока ему учитель не подскажет, что вот так должно это звучать, так будет настоящий Рахманин. Люди, слушающие его в первый раз, они никогда не поймут, что это Рахманинов. Или как человек, который изучает иностранный язык. Есть масса учебников. Есть видео, есть... Ну, вот если учить по книгам, только иностранный язык, не слыша носителя этого языка, то даже правильно выученные слова, фразы и другое, они могут показаться человеку, носителю языка, совершенно незнакомыми и непонятными. Только встречая вот этот опыт общения с другим человеком можно научиться правильному произношению этого языка. Не зря язык лучше всего учится именно в той среде, где говорят на этом языке. И чем больше человек говорит и общается с носителем языка, тем правильнее и более четче будет у него язык. Поэтому, конечно же, также и в духовной жизни, чем человек больше будет общаться с людьми, которые уже чему-то научились в духовной жизни, тем более правильным будет и его решение. Потому что теория — это одно, и очень хорошо знать эту теорию, но практика совсем другая. И порой даже очень много и начитанные люди, знающие буквально все в теории, в чем заключается духовная жизнь, на практике очень мало могут осуществить. А когда человек на своем опыте подскажет ему, как это осуществляется в жизни, тогда эта теория превращается, вот тут маленький опыт его личной духовной жизни. И вот в этом как раз и важна роль духовника. Подсказать, направить, как вот эти знания, которые у нас есть, правильно приложить к нашей жизни, как их использовать в нашей жизни. И роль духовника здесь просто неоценима. Иногда задают вопрос, почему именно священник может быть духовником? Ну, конечно, в монастырях, особенно в афонских монастырях, может быть духовником и не священнослужитель, а более опытный монах. Но что касается реалий нашей церковно-приходской жизни, людей, живущих в миру, в городах, в деревнях, то, конечно, в первую очередь, духовником является именно священник. И это очень важно, потому что роль священника не только жреческая, то есть совершать богослужения, как это было, допустим, у язычников. Жрец совершал какие-то ритуалы. И можно сказать, что священник тоже совершает так же, как он, какие-то уже богослужения, но, конечно, истинные богослужения, не ложные, как языческие жрецы. Но самое главное, что говорит Господь, когда, посылая своих апостолов на проповедь, он говорит, идите, научите все народы. То есть роль учительства – это первая роль, которая возложена на священнослужителя. И это очень важно. Во-вторых, почему именно священник более достоин того, чтобы быть духовником? Потому что он имеет систематическое духовное образование. Вот не секрет, что каждый из нас, когда начинает духовную жизнь, он чем-то увлекается одним. Но кто-то больше читает о молитве, кто-то больше о покаянии, о исповеди, кто-то читает духовную билетристику, кто-то читает религиозных философов. То есть в связи с своим образованием, в связи со своими интересами, человек выбирает какую-то узкую специализацию. В семинариях духовных и академиях священники получают систематическое духовное образование. То есть целый пласт, который неразрывно связан со всем преданием Святой Церкви. И это позволяет им в такой системе знать и историю Церкви, и богословие Церкви. И, соответственно, имея такое полное духовное образование, а не какую-то узкую специализацию, у них больше возможностей как раз и рассмотреть жизнь человека более полно. В-третьих, почему именно священник является духовником? Дело в том, что, конечно же, священник молится. Очень важно, что священник постоянно предстоит перед Богом. Это и домашняя молитва, которая требуется от священника перед тем, как приступить к богослужению, особенно к божественной литургии. Это и церковная молитва, предстоя перед престолом, ну, вообще невозможно себе представить, чтобы священник не молился, а исполнял только какие-то ритуалы. То есть должна быть вот эта внутренняя молитва, и апостол Иаков говорит, что молитесь друг за друга, и так исцелеете. Так вот священник, он молится за весь приход, за всех своих духовных щад. И он ответственен за это, и поэтому, конечно, без молитвы невозможно представить себе это служение. И что еще очень важно, что священник имеет некий такой компилитивный опыт. То есть опыт, который проходит перед его глазами через множество человеческих судеб, через тот же опыт исповеди людей. Ведь грехи и те соблазны, которые дьявол предлагает современным людям, они не новы. Дьявол ничего нового не придумывает. Они такие же, как были и сто лет назад, и тысячу лет назад. И несомненно, что зная это из истории церкви, из жизни подвижников благочестий, из жизни святых угодников Божьих, память которых мы совершаем каждый день, и видя это в жизни, в судьбе каждого отдельного человека, в его духовной борьбе, ведь, как говорил Федор Михайлович Достоевский, что дьявол и Бог в сердце человека борются до сих пор, конечно же, это позволяет ему, имея вот этот опыт судеб человеческих, дать какой-то совет другому человеку. То есть вот именно священник как раз и может быть духовным отцом для большинства людей, потому что он обладает вот этими четырьмя очень важными качествами. И это нужно учитывать и не бояться подойти к священнику со своими какими-то мучащими вопросами. Потому что рассмотрев все это и зная вот какой-то объем духовной информации, он может дать совет, который поможет как раз решить этот духовный вопрос, возникший в жизни любого христианина. Задача любого духовника, и в первую очередь священника, конечно, помочь человеку, который сейчас пришел к нему с духовным советом, за духовным советом. И вот как говорят в пословице поляки, то, что за НАТО, это нездраво. И вот здесь очень важно понимать, что священник это не гуру, не программист, который даст вам определенную программу, по которой вы пойдете и решите этот вопрос. Священник никогда не имеет права говорить, вот делай то-то и то-то. Он может посоветовать только, чтобы вы попробовали сделать вот это, это и это. И это должно вам помочь. Потому что действительно задача священника именно подвести ко Христу. А вот само решение всегда остается за самим человеком. Как принять его или не принять? Последовать этому совету или не последовать ему? И, к сожалению, конечно, бывают такие примеры младостарчества, когда священники вмешиваются в те области, которые совсем не свойственны им. То есть говорят конкретно, что ты должен выйти за этого человека замуж или там решать какие-то другие семейные бытовые проблемы. Нет, каждый должен заниматься своим делом. И если ты сапожник, ты делаешь сапоги. Если ты торговец, ты продаешь товар. Если ты священник, то ты должен привести человека ко Христу. И нет необходимости идти к священнику с вопросами, купить мне квартиру или не купить квартиру. Это должен заниматься человек специально обученный. Это нужно идти к людям, которые знают и цены на квартире, и другое. И к священнику мы приходим все-таки за другими вопросами. И должны понимать, что именно здесь он компетентен. Не в юриспреденции, не в продаже или покупке имущества, не в каких-то других областях, а именно в духовной области. И вот здесь он может дать реальные советы, которые помогут нам подойти ко Христу. Это мы должны учитывать и это исполнять. Мне хотелось бы, конечно, еще поговорить о духовничестве, но, даст Бог, мы продолжим это и в следующих программах. А сейчас я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Пусть Божие благословение пребудет со всеми вами. Всяка душа оживится, и чистотою возвышается, светляется троеческим единством священно тайны. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok